Это BMW M8 Competition 2020 модельного года. И это самая крутая машина BMW M-серии. Я говорю так не потому, что у нее 617 лошадиных сил и 750 ньютон-метров крутящего момента, а это огромные цифры, а потому что вот эта стоит почти 160 тысяч долларов, что делает ее самой дорогой машиной BMW M-серии в продаже на сегодняшний день. И сегодня я покажу вам, что вы покупаете за эти деньги. Я одолжил этот M8 Competition в Кривье BMW, который находится здесь, в Оранж-Каунте, в Южной Калифорнии. Кривье продают больше BMW, чем любой другой дилерский центр BMW в Северной Америке. И они только что получили M8 Competition, который только начал поступать в продажу. Так что же именно из себя представляет M8 Competition? Ну, где-то год назад я обозревал новую восьмерку BMW. Это новое большое купе или кабриолет BMW, который заменяет шестерку в растущей линейке BMW. Восьмерка базового уровня называется M850i, и она оснащается 520-сильным турбированным V8 и разгоняется с нуля до сотни за 3,7 секунды. Это довольно особенная машина. Но вот это на ступень выше нее. На самом деле она даже на две ступени выше. Есть стандартный M8 мощностью 590 лошадиных сил. И еще есть вот этот M8 Competition с потрясающими 617 лошадиными силами и 750 ньютон-метрами крутящего момента. Он разгоняется с нуля до сотни за 3,2 секунды. И да, ценник этой машины чуть меньше 160 тысяч долларов, что делает ее где-то на 40 тысяч дороже хорошо оснащенного BMW M5 Competition. Так стоит ли он того? Сегодня я попытаюсь это выяснить. Сперва я проведу для вас обзор M8 Competition и покажу вам все интересные фишки и особенности самой крутой машины BMW M-серии. Затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом я оценю его по шкале Дага. И как обычно, если вам интересно, почем новую восьмерку BMW можно купить в России, то кликайте по ссылке из описания, чтобы перейти на Автору. Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности M8 Competition с нескольких интересных, связанных с освещением вещей. И я начну с сидений. Обычно в сидениях нет никакой подсветки, но в этой машине она есть. Вы открываете дверь, и загорается логотип M8 на сидениях, что, я думаю, крутой маленький штрих. Это мелочь, но хороший элемент внимания к деталям, напоминающий вам, что у вас особенная машина. И далее, говоря об освещении и открытии дверей, если вы осмотритесь в этом салоне, то увидите повсюду эту красивую синюю амбиентную подсветку, которая создает определенное настроение внутри этой машины. Но когда вы открываете двери, как видите, синяя подсветка на дверной панели становится и синей, и мигающей красной. Задумка здесь в том, что мигающая красная подсветка должна предупреждать приближающийся поток пешеходов или велосипедистов о том, что у вас открыта дверь, чтобы они случайно у вас не врезались. Поэтому эта красная мигающая подсветка функция безопасности. Но затем, когда вы снова закрываете дверь, она перестает мигать и возвращается к тому цвету амбиентной подсветки, который был настроен в салоне. И далее мы переходим к другой крутой особенности освещения в этой машине, и это будут динамики. В этой машине очень высококлассная дорогая аудиосистема Bowers & Wilkins, и, как видите, динамики подсвечены этим очень интересным освещением. Я обожаю, как это выглядит, особенно верхний в виде такого вихря. Выглядит очень-очень круто. Одна интересная вещь, что когда вы выключаете магнитолу в этой машине, эта подсветка пропадает, она затухает и отключается, пока не понадобится снова, когда вы включите магнитолу обратно. И далее другая интересная, связанная с освещением вещь, находится на спицах рулевого колеса. Тут есть маленькие лампочки. Сейчас они не работают, поэтому они ничего не делают, но они загораются, сообщая водителю различные вещи. Как видите, когда я еду, они загораются, и они покажут вам, например, что выполнены условия системы автоматической рулежки, и она готова к включению, или что вам пора взять управление на себя, или всякие прочие вещи. Таким образом, у вас есть эти мигающие лампочки на рулевом колесе, которые при необходимости могут вас предупреждать. И далее мы переходим к некоторым интересным и примечательным спортивным деталям этой машины, так как это, в конечном счете, M8 Competition. Первая вещь, стоящая упоминание, это кнопка на центральной консоли, подписанная M-режим. Если вы ее нажмете, она переключит машину с нормального уличного режима на спортивный. В этом нет ничего особо интересного, но есть несколько довольно необычных вещей, связанных со спортивными режимами этой машины. Например, вы можете настроить свои собственные спортивные режимы. Таким образом, вместо того, чтобы просто перевести машину в спортивный режим и позволить компьютеру все решать за вас, вы можете настроить, как вы хотите, чтобы ощущались двигатель, подвеска и шасси. Здесь есть два различных настраиваемых режима M1 и M2. И крутая вещь, как вы их активируете. Вот этими маленькими красными кнопками на рулевом колесе. И, например, если у вас есть один режим для горных серпантинов, и вы попадаете на серпантин, вам не нужно лезть и искать его в мультимедийном экране, вы просто нажимаете эту маленькую кнопку под большой палец на рулевом колесе, и бум, вы в вашем режиме M1 для серпантинов. Если у вас есть другой режим для гоночного трека, и вы попадаете на трек, просто нажимаете вашу маленькую кнопку M2 под большой палец, и машина автоматически в него переходит. Это очень крутая идея. Далее другая интересная вещь про M-режимы в этой машине. Как я и упомянул, вы можете использовать эту кнопку M-режима в середине, чтобы переключаться между нормальным и спортом. Но еще здесь есть третья настройка под названием трек. Если вы зажмете кнопку M-режима где-то на 3 секунды, машина спросит вас, уверены ли вы, что хотите перейти в трековый режим. И затем вы нажимаете кнопку, подтверждая это, и центральный экран гаснет. Это потому, что, когда вы в трековом режиме, машина считает, что вы захотите сосредоточиться исключительно на своем трековом вождении. Поэтому приборная панель остается включенной, и показывает вам то, что вам необходимо знать. Но все остальные мультимедийные навороты, которые вам не нужны, как ваша навигационная система магнитола, это пропадает. Если только вы не нажмете на экран или кнопку на центральной консоли, чтобы включить его обратно вручную. И далее другая интересная вещь про M-режим. Если вы хотите настроить свои спортивные режимы, то можете отрегулировать настройки шасси, подвески, рулежки. Большинство машин позволяют вам поковыряться в этих вещах, но эта машина еще позволяет вам настроить ваши тормоза. Вот этого я никогда раньше не видел. Если вы зайдете в настройку M-режима, то можете выбрать нормальные спортивные тормоза. И это регулирует их точку схватывания, насколько они цепкие. По существу, насколько они спортивные, конечно же, на трейке вы захотите, чтобы они были на спорте. Обычно тормоза настраивать нельзя, но в этой машине это есть. Но, возможно, самая впечатляющая настраиваемая вещь в этой машине – это силовая установка. Ладно, зацените. В нормальном режиме M8 Competition полноприводная машина. Что логично, потому что она очень мощная, поэтому вы хотите, чтобы все четыре колеса передавали эту мощность на Землю. Но если вы нажмете эту маленькую кнопку на центральной консоли для отключения системы курсовой устойчивости и поддержите, то затем можете настроить, хотите ли вы быть в режиме полного привода или заднего привода. Таким образом, эта машина позволяет вам выбирать при помощи электроники, хотите ли вы быть в режиме полного или заднего привода. Это потрясающе. Конечно же, при некоторых трековых условиях вы можете предпочесть задний привод. Он может оказаться лучше на гоночном треке или на определенных извилистых дорогах, поэтому вы можете так сделать. Здесь также есть спортивная настройка полного привода, как вы можете видеть, которая представляет что-то среднее между двумя вариантами. Но, бесспорно, самая интересная вещь здесь – это возможность выбирать буквально нажатием кнопки, хотите ли вы полный привод или задний. И далее другая крутая вещь, которая происходит, когда вы переводите эту машину в спортивный режим, что изменяется приборная панель. Этого не происходит во многих более новых моделях BMW, но здесь все же происходит. Как видите, она переключается с как бы нормальной приборной панели на более спортивную, которая круто выглядит. И у спортивный тахометр как бы с двух сторон, что выглядит очень круто, когда вы его раскручиваете. Мне нравится внешний вид спортивной приборной панели в этой машине. Однако, также стоит заметить, что мне нравится внешний вид тахометра и в обычной приборной панели. Как видите, он как бы повышается в такой трехмерной трапециевидной форме. Я думаю, выглядит здорово. Они оба крутые, но мне нравится, что он изменяется, когда вы переходите в спортивный режим. Но суть этой машины не только в спортивности. Будучи современным BMW и дорогим, она вдобавок напичкана роскошью и технологиями. И здесь довольно много фишек и особенностей на этом поприще. Я начну с управления жестами. Давайте представим, что вы хотите увеличить громкость с магнитолы. Вы можете сделать по-скучному и просто повернуть крутилку громкости. Или вы можете сделать вот так вашим пальцем. И как видите, громкость повышается. Я ничего не трогаю, но машина распознает присутствие моих пальцев. И вот это движение, которое я делаю, и это повысит или понизит громкость. Здесь есть много различных видов команд жестами. Вот еще одна. Если вы показываете большим пальцем в определенном направлении, это сменит радиостанцию, которую вы слушаете. Это также применимо к треку, который у вас воспроизводится. Если вы хотите переключиться на следующий трек вместо того, чтобы просто нажать скучную кнопку следующего трека, покажите вот так большим пальцем и трек сменится. Что довольно впечатляющая идея управления жестами. И роскошь с технологиями в этой машине продолжается в кое-чем под названием заботливый автомобиль. И в заботливом автомобиле есть две различные программы. Бодрящая и расслабляющая. Если вы выберете бодрящую, там написано, что эта функция взбодрит водителя сочетанием амбиентной подсветки, климат-контроля и музыки. Она настроит все эти вещи, включая и музыку, создавая здесь внутри бодрящую экосистему, чтобы вы почувствовали себя взбодрившимся. Что потрясающее, если вы зайдете в заботливый автомобиль и выберете расслабленную, и там написано, что расслабленная снимет с водителя стресс комбинации амбиентной подсветки, климат-контроля и музыки. И если вы ее включите, она воспроизведет снимающую стресс-музыку, чтобы опять-таки как бы усилить ваше расслабление. Вот, послушайте. На мой взгляд, самая потрясающая вещь в заботливом автомобиле, что она просто делает все это за вас. Поэтому, если вы чувствуете, что хотите расслабиться, вам не нужно настраивать вентиляцию сидения, климат-контроль, амбиентную подсветку, музыку. Вы просто нажимаете расслабленную, и машина об этом позаботится. Вот, что вы получите, когда потратите 160 тысяч долларов. Однако, более потрясающее то, что происходит с климат-контролем, если я включу бодрящую. Я думал, что она просто подует на вас холодным воздухом, но зацените. Бодрящая программа включена, и, как видите, она постоянно увеличивает и уменьшает скорость вентилятора. То есть, она дует на вас порывом воздуха, а потом обратно утихает. Затем она повышает скорость вентилятора, на вас немного дует воздухом, а затем она снова затихает. Она пытается взбодрить вас, по сути, дуя на вас порывами воздуха. И машина автоматически увеличивает и уменьшает обдув, чтобы получить такие порывы вместо одного ровного потока. Очень необычно. И далее другая впечатляющая техническая функция в этой машине. В ней есть кое-что под названием предупреждение о боковом столкновении с вмешательством в рулевое управление. Если более доступным языком, многие машины автоматически затормозят, если распознают, что вы вот-вот во что-то врежетесь. Эта машина автоматически отрулит, если распознает, что в вас вот-вот кто-то врежется сбоку. Это с ума сойти. Вот это впечатляющие современные технологии. И говоря о впечатляющих современных технологиях, в этой машине также есть система автономного вождения, которая довольно продвинутая по меркам сегодняшних машин. Как видите, внутри приборной панели есть маленькая камера. Она следит за вашими глазами, чтобы убедиться в том, что вы смотрите вперед. Пока вы смотрите вперед и едете медленнее 65 км в час, по сути, машина будет вести саму себя. BMW называют это ассистентом для пробок. И он в основном предназначен для того, чтобы позволить машине взять на себя управление, когда вы в плотном потоке. Если вам не хочется рулить, нажимать газ и тормоз, и газ и тормоз, машина все это будет делать за вас. И эта маленькая камера следит за вашими глазами, чтобы удостовериться, что вы следите за дорогой. Пока вы следите, она будет продолжать ехать за вас на скоростях ниже 65 км в час. Когда вы едете быстрее 65 км в час, в этой машине есть типичная система адаптивного круиз-контроля с ассистентом рулежки. Она не такая всеобъемлющая, как ниже 65. И далее другая превосходная техническая функция в этой машине. В ней есть кое-что под названием регистратор вождения. Заходите в приложение BMW и можете выбрать регистратор вождения. Это, по сути, регистратор. Вы можете включить его вручную или заставить его включаться автоматически, и он будет записывать ваше вождение. Таким образом, если вы попадете в аварию, то вы можете зайти в ваши записи и доказать, «Эй, это не моя вина, этот человек в меня врезался» или что там. В этой машине он встроенный. В Тесле тоже такое есть, но многие другие автопроизводители очень не спешили добавлять регистраторы. Я думаю, во всех машинах должна быть эта функция, и я рад видеть, что прочие марки тоже начинают ее добавлять. И далее также в приложениях BMW есть кое-что под названием «Правила климат-контроля». Это не просто утверждение «Климат-контроль рулит», а это правила, которые вы можете применить к климат-контролю. Вы заходите туда и можете настроить, чтобы каждый раз, когда температура опускается ниже определенного градуса, автоматически включался подогрев сидений. То же самое, когда температура превышает какой-то градус, автоматически включается охлаждение сидений. Таким образом, вам не придется лишь нажимать кнопки. Вы садитесь в машину холодным днем, ваш подогрев сидений уже автоматически будет греть. И, наконец, наше последнее интересное приложение BMW. Это персональный ассистент, который в сущности представляет из себя просто голосовое управление, как Siri, если вы пользуетесь продукцией Apple. Вы можете с ним разговаривать, и он будет делать за вас всякие вещи. Однако, что мне показалось тут самым интересным, что вы можете настраивать отношения. Поэтому, если вы загружаете ваш список контактов в эту машину, то можете ей сообщить, кто является вашим братом, матерью, отцом. И таким образом, если вы собираетесь позвонить отцу, то можете просто сказать вашему ассистенту «Позвони отцу», и вам не придется непосредственно произносить имя этого человека. Однако, на мой взгляд, интересно, что вы можете удалять эти отношения. Поэтому, если вы решите, что отец вам больше не отец, то можете просто зайти в этот экран и убрать его. И тогда ваших отношений больше не станет. Ну, по крайней мере, в плане того, что касается вашей машины. И далее мы перемещаемся на задний ряд M8 Competition. Посадка сюда-назад довольно простая. Вы просто тянете за маленький рычаг сбоку сидения, наклоняете спинку вперед, и оно автоматически сдвигается вперед, чтобы вы могли залезть назад. И когда оно полностью сдвинуто вперед, вы можете просто втиснуться сюда-назад. Здесь не так уж и много места. И вы на заднем ряду. Когда вы сели на задний ряд, вы обнаружите три вещи. Первое, тут не так уж и просторно. Особенно, когда вы откинете спинку переднего сидения обратно. И оно начинает меня придавливать. Ладно, полагаю, оно распознало, что я здесь, и пощадило меня. Но здесь на самом деле не так уж и много места. Задний ряд в этой машине почти как в 911-м, немного побольше, но он скорее для детей или для коротких поездок. Следующая вещь, которую вы заметите тут сзади, что тут нет ничего особо интересного или захватывающего. Тут сзади нет ничего особенного. BMW понимают, что этими задними сидениями не так уж и часто будут пользоваться, поэтому не стали пичкать их технологиями и крутыми функциями. И далее мы перемещаемся к задку M8 Competition, а именно к багажнику. Вы распахиваете багажник и обнаруживаете... Ну, ничего особо интересного. Тут сзади нет ничего странного или особенного. Однако, должен сказать, что багажник необычно глубокий. Хоть проем и не особо большой, он очень глубоко уходит. Видимо, чтобы вы могли легко уместить набор клюшек для гольфа, обычная мерила багажника. Но из-за этого он довольно глубокий здесь сзади вашего M8. И далее мы перемещаемся к передку M8 и в моторный отсек. И вы можете видеть его двигатель. Здесь находится твинтурбо V8. Я показывал вам много моторных отсеков современных BMW. Здесь вы не увидите ничего нового или особо интересного. Но все же стоит заметить, что это очень мощный двигатель. 617 лошадиных сил. Это тот же двигатель, что и в новом BMW M5 Competition. И он действительно превращает его в самую крутую машину BMW M-серии. И далее мы переходим к некоторым другим интересным элементам экстерьера M8 Competition. Начинается этих дисков. Это очень особый дизайн дисков. И он и уникален для версии Competition M8. У обычного M8 другие диски. И это один из способов, как вы можете отличить Competition. То же самое сзади. Как видите, на багажнике написано не просто M8. Там написано M8 Competition. Чтобы те, кто понимает, действительно поняли. Еще один элемент экстерьера, стоящий упоминание. У вас еще есть крутая крыша из углеволокна. Это очень люксовая, насыщенная технологиями машина. Я не совсем уверен, что действительно стоило снижать вес, наверное, где-то на 3 килограмма крыши из углеволокна. Но она определенно круто выглядит тут сверху. Другая крутая вещь наружу этой машины это ценник. Если вы на него взглянете, то увидите, что базовая цена M8 Competition 146 тысяч долларов. У этой машины опции где-то на 10 тысяч долларов, включая эту аудиосистему Bowers & Wilkins, которую я упомянул ранее. У вас также есть доставка за 1000 долларов и налог на неэкономичную машину в 1000 долларов, что доводит итоговую цену до чуть менее 160 тысяч долларов. Это большие деньги. Итак, это фишки и особенности BMW M8 Competition. Теперь пора выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Кликай по ссылке из описания, чтобы перейти на автору и посмотреть актуальные российские цены на BMW 8 серии. Ладно, введу M8 Competition. Машина, на удивление, спортивная. Мне понравилось водить M850i. Он был здоровским. Но было заметно, что это была люксовая машина, у которой были какие-то спортивные претензии. Он был спортивнее, чем я ожидал. Но вот этот... Вот этот просто быстрый. Эта тачка разгоняется с нуля до сотни за 3 и 2. 620 лошадиных сил. По сути, невероятно. И этот звук фантастический. И пускай вас это не пугает, если вы подыскиваете такую люксовую машину. Я думаю, одно из преимуществ этой машины, что это люксовое противоядие для людей, которые подумывают о BMW GT. Они хотят что-то чуточку менее безумное, чуточку менее ограничивающее и трясучее. И вот он именно такой. И при этом он не совсем на уровне 63 купе, который, я думаю, слишком люксовый. Он как бы в таком промежуточном состоянии. А как много покупателей существует в этом промежуточном состоянии, вероятно, не так уж и много. Но если это вы, вот это прямо идеальная машина. Я думаю, что, вероятно, главным конкурентом этой машины будет 911. И это редкий случай, когда BMW дешевле конкурента. Я недавно сделал обзор на новый 992-й. Отличная машина, но с ценником в 150 тысяч долларов за довольно скудно среднеоснащенную Carrero S, которая была приблизительно такой же быстрый, как этот. И, естественно, он не управляется, как 992-й. Но в плане технологии и оснащения он полностью на другом уровне, чем тот, который я водил. И он всего где-то на 8 тысяч дороже. И звук у него гораздо лучше. Блин, эта тачка действительно отживает. Я этим очень удивлен, потому что это большая машина. И знаете, вы видите эти показатели. 600 с лишним лошадиных сил с нуля до сотни за 3,2. Эта тачка действительно показывает это на дороге. Вы, правда, чувствуете, что вы настолько шустрый. По-моему, любопытно, что BMW, тем не менее, пытаются конкурировать в этом мире. Это такой сегмент, в котором BMW не были чрезвычайно успешными. Оригинальная шестая серия была снята с производства. Оригинальная восьмая серия была снята с производства. Новая шестая серия была снята с производства. Теперь они пробуют снова, но BMW хотят быть в каждой бочке затычкой. И это отличная машина в этом сегменте. Если вас интересует машина в этом сегменте. На удивление, точный, стабильный. Рулежка шокирующая, шустрая для такой большой машины. Это очень-очень хорошее большое купе. Вероятно, самое лучшее большое купе. Просто дело в том, что на них уже нет большого спроса на большие купе. Но если вас такое интересует, то у BMW отлично вышло устранить недостатки размера этой машины. Он ощущается более юрким, чем он есть, когда вы газуете. Он кажется более притким, чем он, очевидно, есть, учитывая его вес. Это потрясающая машина. Они проделали с ней отличную работу. Это то, что вы ожидаете за 160 тысяч долларов. Итак, это BMW M8 Competition. Это удивительная машина, впечатляющая по вождению, действительно быстрая и довольно люксовая. У него маленькая целевая аудитория. Люди, которые хотят быстрый, но очень люксовый, большой BMW, дороже 150 тысяч долларов. Но это все равно отличная машина. И теперь пора оценить M8 Competition по шкале Дага. Начинает с выходных категории и стайлинга M8 Competition. Очень здорово выглядящая машина, даже при том, что всем кажется, что он похож на мустанка, он получает 7 из 10. Ускорение разгоняется с нуля до сотни за 3,2 секунды и получает 9 из 10. Управляемость острая, хотя не на уровне 911-го, он получает 7 из 10. Фактор веселья хороший, машина быстрая и приятная, но это уж слишком люксовая машина, чтобы получить здесь действительно отличную оценку. И он зарабатывает 6 из 10. Фактор крутости достойный. Новая восьмерка была довольно редкой, поэтому они до сих пор заставляют оборачиваться, он получает 6 из 10, доводя итоговую выходную оценку до 35 из 50. Далее повседневные категории и функции. Эта машина нафарширована кучей замечательных технологий, но не прямо всем, но многим, и получает 8 из 10. Комфорт хороший, особенно для такой машины, он получает 7 из 10. Качество отличное, он получает 7 из 10. Практичность нормальная для машин в этом сегменте, он получает 4 из 10. Наконец, стоимость. И такие очень дорогие, и они имеют тенденцию сильно обесцениваться. Это привлекательная машина, но для очень маленькой прослойки богатых покупателей он получает 5 из 10, доводя итоговую повседневную оценку до 31 из 50. Складываем вместе оценку по шкале Дага 66 из 100, что ставит его сюда в сравнении с другими дорогими люксовыми купе. М8 Competition фактически сравнивается с М850А, и две эти машины отличаются только по ускорению и стоимости. Competition лучше управляется, конечно же, но недостаточно лучше для более высокой оценки. И по ускорению они на удивление похожи. Обе машины проигрывают Porsche 911, однако стоит заметить, что М8 особенно хорошая машина на все случаи жизни, так как он обходит практически все в этом списке по повседневным категориям, но при этом умудряется получить очень приличную выходную оценку. Перевод и озвучка от студии Exosfera. Продолжение следует...